Венгерская сказка В нехоженном невиданном лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежата подросли, решили они пойти по белу свету счастье искать. Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Сначала пошли они к опушке леса, а оттуда в поле. Шли они, шли, и день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились, а по дороге достать было нечего. Понурые брели рядышко медвежата. «Эх, братик, да чего ж мне есть хочется!» Пожаловался младший. «А мне и того пуще!» Сокрушенно покачал головой старший. Так они все шли и дошли, покуда вдруг не набрели на большую круглую головку сыра. Хотели было поделить ее по справедливости поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, ругались, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. «О чем вы спорите, молодые люди?» Спросила плутовка. Медвежата рассказали лисице о своей беде. «Какая же это беда?» — сказала лисица. «Это не беда. Давайте я вам поделю сыр поровну. Мне что младший, что старший, все одно». «Вот это хорошо!» — воскликнули с радостью медвежата. «Дели!» Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого. Медвежата в раз закричали. «Этот больше!» Лисица успокоила их. «Тише, молодые люди! И это беда не беда. Мало стерпения. Сейчас я все улажу». Она откусила добрый кусок от большей половинки и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. «И так неровно!» — забеспокоились медвежата. Лисица посмотрела на них с укором. «Ну, полно, полно!» — сказала она. «Я сама знаю свое дело». И она откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньше. «И так неровно!» — вскричали медвежата в тревоге. «Да будет вам!» — сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот ее был набит вкуснейшим сыром. «Еще самая малость — и будет поровну!» Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, туда-сюда. От большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила. К тому времени, как куски сравнялись, медвежатам почти и сыра не осталось. Две крошки. «Ну что ж», — сказала лиса, «хоть и помалу, зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата!» Захихикала лиса и, помахав хвостом, убежала. Так-то вот и бывает с теми, кто любит жадничать.